Уже не один десяток лет таланты, возвращенные на вольных хлебах Германии, радуют страну и мир долгоиграющими хитами. Группа Scorpions образовалась в Ганновере в 1965 году. Исполняя рок-баллады, коллектив сотрясает мир, продает более 100 миллионов альбомов, а песня «Ветер перемен» становится особенно близкой к гражданам Советского Союза. В 70-е и 80-е Германия стала настоящим поставщиком звезд для всего мира. В 75-м в Западной Германии зарождается культ группы Bonnie M. Песни иммигрантов с Калибрских островов звучат далеко за пределами ФРГ. В 79-м на сцену выходит коллектив «Чингисхан», немного на Bonnie M. похожий. Джингис Кан. Группу создают специально под Евровидение, но в Советском Союзе об этом мало кто знает. В конкурсе СССР не участвует, более того, чингисханов у нас запрещают, обвинив в антикоммунизме и национализме. Больше всего запретителей смущает песня «Москвау». Звездный дуэт «Моден Токинг» вторгается на мировую эстраду в 84-м. Длинноволосый и мурлыкающий Томас Сандерс и Дитер Болин тогда еще не догадываются, какая популярность у них впереди. В этом же году образовывается коллектив «Бэтбойс Блю». Крутые парни в синем, а вовсе неплохие голубые мальчики, как думают многие их слушатели в Союзе, запомнятся надолго губной гармошкой, солистам с дредами и клипами с суперсовременными по тем временам спецэффектами. Эпоху 90-х в Германии открывает музыкальный проект «Энигма». Кассеты с загадочной музыкой и странными напевами заслушивают до дыр по всему миру. С песней «Коко Джамбо» все танцполы планеты оккупируют мистер-президент. А хит-парады, как тогда говорят, взрывает группа «Скутер». Солист «Скутера» Эйч Пи Бакстер, можно сказать, придумывает целое направление, которое называют «хэппи-хардкор» – быстрый заводной темп и необычный вокал. В то же время уверенно набирает обороты группа «Гуана Эйпс» и «Рамштайн». Рамштайн, в отличие от всех своих немецких коллег по цеху, исполняет песни на родном языке. Когда в России вовсю звучит группа «Руки вверх», в Германии появляется похожий коллектив под названием «ЭйТи Си». Сегодняшняя музыкальная Германия – это мелодичная команда «Ди Фаст» и «Эмма Киды» – «Токио Хотел» – братья Билл и Том. Когда отряд «Каулицев» приезжает в Москву на премию «Муза», российские фанаты буквально сходят с ума и не дают парням прохода. Нет, нет, вы посмотрите, вы посмотрите, она плачет, она, она плачет. Тогда, в 2007-м, «Токио» еще малоизвестны в России, но следующие четыре года поклонники буквально умоляют организаторов премии привести группу снова. На премии «Муз ТВ» группа «Токио Хотел»! Владимир Строжук, РО Новости.